Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 9 марта По народному месяцу слову Иоанн Предтеча Обретение По народному календарю наступает птичье потенье, гнезд обретенье. Следует отметить, что климатические условия в разных частях Руси отличаются. В северной ее части птицы начинают вить гнезда, и это время называется обретенье. В народном календаре день этот связан с поведением птиц. Считалось, что на обретенье местная птица гнездо обретает, завивает, И пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками. Под стрехами крыша кровля, особенно соломенная, устраиваются овсянки. Дятлы дупло в стволах деревьев выдалбливают. Воробьи галдят, места для гнезд делят. Скворцы перебираются поближе к людям. Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилет птиц сулил хороший урожай хлебов. Синица запела к теплу. Но если запела протяжно, жалобно, значит голодна, и им старались помочь. Устраивали под окнами птичьи кормушки. На Руси издавна знали, как привлечь птиц к полям и домам. С этого дня разъешивают по деревьям скворечники-берестянки. Знали, что именно домики из березовой коры скворцы заселяют охотнее всего. Наблюдая за птицами, примечали. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев или домов – к холодному лету. Если на теневой – к жаркому. Дергач крикнет прежде перепела, то лошади все лето будут худы. Ну а если перепел опередит Дергача, то лошади будут сыты. И про воронов были приметы. Существовало поверье, по которому птица эта якобы с нечистой силой зналась. За внука Стрибога, могущественного бога ветров, бури, почитался ворон. Согласно преданиям, он на своих крыльях приносил бурю. Поэтому, если зловещая птица показывалась у дома, это воспринималось как предвестие несчастья. А вот другое мнение об этих птицах. Если вороны купаются ранней весной – к теплу. Садятся на ночлег кто как, кто в одну сторону головой, кто в другую. Значит, ночь будет безветренная, теплая. Вороны садятся головой в одну сторону, да стремятся сесть на сук потолще и поближе к стволу дерева, то следует ожидать сильного ветра, и дуть он будет с той стороны, в какую птицы повернулись головами. И чем плох ворон, предупреждающий людей о грозящей им опасности? Вот ведь что делают суеверия. Еще о погоде. Если глухари не такуют и не поют, а свирочек зяблик свирлит, надо ждать ненастья. При чувстве дождя, бурана, сильного мороза птицы кормятся вечером дольше обычного, до самого темна. Да и кукушка, если закукует в это время на сухом дереве, тоже к морозу. А если глухари прилетают таковать в ненастное утро, значит погода наладится. Пестрый дятел часто выстукивает дробь, синица поет, тепло наворожат. Не хуже своих вольных собратьев, предсказывает погоду и домашняя птица. Гусь стоит на одной ноге, куры рано на носе садятся, к морозу. Гуси и утки под крыло носы прячут, к холоду. Птица хохлится к непогоде. Петух без времени вечером кукарекает, к перемене погоды. Гуси хлопают крыльями, полощутся в снегу, запели рано петухи, да в стужу, в теплу. Многие из тех, кто постоянно занимается разведением домашней птицы, могут рассказать немало интересного о поведении уток, гусей, индюшек и кур. А вот еще о суевериях. В представлении некоторых христиан воробьи считались птицами проклятыми. Одна из причин, будто бы они прыгали по кресту, к которому был прибит Иисус, и кричали стражникам, «Жив, жив, жив!», то есть «Жив еще!». По другой версии, воробьи якобы подносили к кресту красные цветы, гвоздики, напоминавшие кровь, выступившую из ран. И якобы за это Иисус наказал их, связав ноги веревочкой. С тех пор воробьи ходить не могут, а только прыгают. А если подумать, чем плоха птица? Ничем. Сколько они вредителей садов и огородов уничтожают, тем самым спасая будущий урожай, настоящие помощники. А таких только заботиться надо, подкармливая малых пичук в долгие холода. А то вон в Китае доигрались с культурной-то революцией. В одних случаях суеверие, в других глупость и недальновидность, а все это невежество и неведание. Будьте внимательными, да любознательными, ведающими, и никакие суеверия будут вам не страшны. Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...